ребят всем привет вы на канале парни с камнем мы в москве на объекте нашего подписчика и сегодня будем клеить гипсокартон вот на эти вот оконные откосы сразу скажу что на канале есть точно одно видео о том как клеить гипсокартон на откосы там показан комбинированный способ с креплением направляющего профиля по периметру окна способов много и сколько их не снимаешься на все равно найдется тот способ который еще не показан и найдутся обязательно недовольны потому что что касается откосов там очень много разночтений очень много подводных течений об которой можно элементарно споткнуться и поэтому на самом деле то что такой бурный диалог происходит под такими вот видео это вполне нормально подчеркну это будет просто один из способов мы не претендуем на какую-то уникальность или эксклюзивность покажем как это можно сделать но вы уже сами оценивайте насколько это актуально теперь давайте по порядку в чем же разночтение и какие существуют подводные течения я считаю главное скажем так проблема который стоит говорить в этом случае это пары изоляция оконных откосов в сущности в чем загвоздка просто штукатурка и гипсокартон и это материалы которые пар из комнаты то есть теплый воздух через себя легко пропускать я не говорю о пластиковых откосов а если у нас на откосов стоит утеплитель то по попадаю в утеплитель то есть конденсируется и соответственно может быть перец и плесень и все что угодно это довольно таки плохо поэтому если сразу скажу у вас на откосах минвата я не говорю там а пеноплексе или другом пенополистироле есть у вас на откосах минвата то желательно весь откос естественным со стороны комнаты упутать пары изоляции но мало этого чё еще можно сказать по госту положено сейчас давайте ребят говорить не то что как бы в чем целесообразность насколько это правильно но по госту положено чтобы пена который то есть запенивается окна была пара изолирована давайте как бы немножко порассуждаем и в комментариях надеюсь вот тоже подключить я считаю это лично мое мнение четверо может быть субъективно я считаю что все таки пары изоляцию во многих случаях то есть производители лоббируют и пропихивать совершенно скажем так без всякой нужды считается конечно что по тоже попадает в пену и со временем разрушает ее структуру лично я считаю что это ну не глобальная проблема вот проблема когда на вашу откосы то есть страна к ней клеить специальную ленту я даже наверно смогу вам показать сейчас пять секунд чё он сказал так даже будет немножко наглядно вот она пара институционная лента одна часть отбирается видите здесь битумная то есть не знаю скотч сусторонний битумная часть которая приклеивается со стороны окна а вторая часть отбирается и приклеивается со стороны откоса сразу скажу что горе маяки я по-другому их не назову на этом объекте вставили деревянные окна пароизоляцию не сделали и наш заказчик посмотрел нормативы в интернете вызвал назад окончиков заставил выкурить пену и приклеить вот эту пролиционную ленту естественно она клеится до монтажа окон и наши мастера и и приклеили где в общем-то они достали с края и налепили на откос что в итоге получился я не стал это фоткать ну поверьте на слово в итоге получается битум под воде сисон с как бы стало местами плавится и пачка тякану то есть он бы торчал по сути дела на откосе как вы знаете от битума очень сложно избавиться и ширина ленты такова что он практически доставал до конца откоса а местами как бы и выпирал за него естественно все это порну я по-другому как бы такую работу назвать не могу конечно если вы изначально это сделали как нибудь нормально может быть все было хорошо но в итоге получил как бы откосов с которыми работать впоследствии было абсолютно невозможно гипсокартон туда просто нельзя было приклеить толком да и не что все весь отказа и пароизоляции а штукатурку делать получится барабан потому что под этой лентой было очень много пустот в итоге я считаю то есть лучше бы делать вообще без подобной пароизоляции чем делать в общем-то плохие откосы и глубоко сомневаюсь что пена как бы очень сильно пострадает от отсутствия пароизоляцию но опять же это мое личное мнение что мы как бы дать вам какую-то альтернативу я понимаю будут разделяться зрители на два лагеря кто-то скажет что пароизоляция очень нужна госпрос так не придумывают для чего-то это да надо но сразу скажу что отличный естественно пароизоляции является любой герметик будь то силиконовый или акриловый чисто как бы я даже покажу практически но теоретически объясняет если силикон нанести или другой герметик как я говорю по периметру окна взять что-то вроде того я разрезал тут резиновый шпателек и спокойно его равномерно разгладить то это будет намного лучше и намного я считаю удачей чем вот такая вот лент это позволит нам и монтировать гипсокартон это позволит штукатурить и в общем-то защитит нашу пену от любого попадания пара как я сказал у нас никакого утепления не будет у нас откос совершенно не промерзает вообще скажу после переезда в волгоград я обратил внимание на один немаловажный факт квартира в москве в большинстве своем очень теплые откосы сделаны довольно таки неплохо то есть все нормы строительные соблюдены у нас вот как бы в глубинках хотя бы не такая уж и глубинка все-таки миллионник но у нас делают абы как честно все промерзает порой и и в утеплении зачастую нужда к сожалению есть в общем с утеплением вообще очень аккуратно и так что я сейчас буду делать я возьму свой модненький ножик и я напоминаю что всю продукцию бисэй и эрди наши зрители могут приобрести со скидкой в 15 процентов по промо-коду писает парней на сайте компании у вас снабжение все подробности будут естественно в описании то есть тут такой лезвий который позволит мне как скажем так хирургически счистить остатки битума с окна это тоже очень важно чтобы у нас не был там остатка почему потому что гипсокартон лист я буду запускать за раму это скажем так один из вариантов подобный монтажа в чем тогда у нас суть если мы запускаем за раму то пена не должна естественно выпирать так чтобы мешать нашему листу туда встать по идее пространство за рамы где-то пол сантиметра должно быть абсолютно свободны от битума других каких-то загрешняющих чесит а также пены я кусочки пены которые не мешают слишком сильно выпирают вырежу сейчас который как бы не очень мешает могу туда немножко подтолкнуть врать не буду опять же как бы пену не рекомендует разрезать как бы нарушать ее структуру от этого она частично теряется свои свойства поэтому когда вам пенит окна или если вы сами пените все-таки старайтесь пенит профессиональным пистолетом чтобы она не выпирала у вас на километр за окна тогда и монтаж последующий будет намного проще то есть я щас подготавливаю эту сторону я буду показывать на примере одного окна видео про верхний откос я тоже обязательно сниму и на канале оно будет либо вместе либо отдельно в общем мы посмотрим вдоль окошка все подрезаю убираю битум спокойненько можно пальцем нужную глубину теперь выборку сделать при этом я как бы не ломаю всю пену целиком и этого мне будет достаточно там 8 миллиметров 7 миллиметров чтобы потом приклеить гипс и остатку битума остатки битума и вот так вот аккуратненько ножом этим удаляю очень удобно и придется мне вот так вот весь периметр немножко ребят помучится вот она вот видите беда этого битума клеить то он хорошо а как его потом убрать если вам по пальце бракотелы совершенно непонятно вот и я с этим немножко сейчас помучусь ну как я сказал если как бы пена там особо не выпирает попил туда ткнули это даже будет лучше так структурно чем-то не нарушает шоссе немножко прислуги и все тоже обидум конечно пачкается если так битумом работать и конечно держите под рукой растворить ничего потом очистить просто невозможно ну а теперь как я говорил берем самый дешевый герметик не надо никаких дорогих брендов этого герметика то есть безымянного путь вполне достаточно чтобы сделать хорошую пороизоляцию для пены нож бесси у нас есть также естественно трапециевидные лезвия здесь кнопочка чтобы сделать упор срезать готовим наш к силикон использованию нет надо федя надо никак не можем начать монтаж откоса потому что надо проговорить еще одну вещь то за что нас особенно ругает это угол рассвета на откос то есть когда откосы немного развернуты тупым углом как ну не зря на самом деле он называет тупым сразу скажу я считаю это полный бред можете ругать несколько угодно никакого скрадывания света на откосов 10 сантиметров не может быть если они прямой да если откос у вас глубокие полметра тогда да происходит эффект туннеля и развернув откосы можно много свет как в общем-то россии ну когда маленькие откосы я лично опять же это мое мнение наше мнение парниска пусть будут откосы прямые это намного как бы эстетичнее смотрится в любом случае это намного как бы правильно мне кажется сделать и потом шпаклевать намного как бы это спокойнее и легче в общем ребят хоть в тресте откосы у нас будут прямой сейчас я объясню как в общем где правильно сделать разы гипсокартон у нас заходит за раму поэтому мы выставляем угольник прижимая к основной части рамы и выдвигая его так чтобы он был склян этой часть как вы видите все у меня проклеена маляр и именно вы я даже проклеиваю даже там часть я буду рисовать почему сейчас подоконник у нас деревянный тем более коричневый дерево мягкой и поэтому я буду лучше рисовать на малярной ленте и после того как у нас монтаж будет проведен я аккуратно ножом в общем-то срезу и малярку сниму перед как в дальнейший шпаклевка и все давайте сразу обещаю для тех кто любит развернутые углы это будет прямой угол если вы хотите развернутый угол то есть вы начертили прямой угол отложили допустим полтора сантиметра и провели вторую даже начерчу ничего сложного тут это уже будет развернутый угол и вы уже гипсокартон клеить и именно так с другой стороны также расчерчивать и прямой угол отступайте ровно такое же расстояние ровно в том же месте по выносу и чертите точно такой же угол у вас получится два одинаковых угла ну как я говорил в нашем случае это не совсем принципи теперь пару слов о материале тем более в рамках этого проекта это особенно актуально компания основе предоставляет большую часть материала для нашего подписчика совершенно бесплатно я уже об этом рассказывал клеить сам гипсокартон мы будем вот он такой вот монтажный гипсовый клей гипсовый подчеркнул клей гипса формы там есть аббревиатура ng 115 если вдруг вам интересно это обычный гипсовый монтажный клей функцию несет абсолютно те же единственное подчеркну что как и любой другой подобный клей им также можно заделывать стыке гкл потому что это важно не надо никакой финишные шпаклевки и хоть на стыке это сто раз говорил еще раз подчеркну для стыковый гкл есть естественно специальный смесь как монтажный клей так и специальной смеси для швов также естественно него можно делать перегородки пгп и также клеить гвн ну а перед самим монтажным клеем я нанесу грунтовку глубокого проникновения дип контакт мы ее уже пробовали вещь действительно хорошая рекомендую крутовка является неизменным скажем так спутником при малярных работах или монтажных работах с гипсовыми смесями так как она дают поверхности необходимую аткезию забивать все микротрещины есть уже говорю уговорил еще раз буду говорить в общем-то и укрепляет рыхлые основания если они у вас имеют место быть если адгезии как вам кажется недостаточно то можно нанести и бетоноконтакт под гипсовый монтажный клей бетоноконтакт подходит ну и сам гипсокартон гипсокартон рекомендую на откосы влагостойки 12 миллиметров никаких заводских кромок по краям мы иногда с ребятам по этому поводу спорим никаких заводских кромок грунтовать его с обратной стороны не обязательно хотя я видел некоторые мастера это делать мы просто грунтовкой пробежимся по откосу дадим ей высохнуть и начинаем уже сам монтаж артем пошел замешивать в общем-то гипсоформ наше время жизнедеятельности после затворения водой как написанные инструкции 80 минут кстати интересно будет посмотреть потому что 80 минут это довольно большой скажем так временной интервал за которым можно сделать абсолютно все но мы пока пройдем силиконом я также обрезал силикон как вы видите и колпачок довольно широко потому что у нас довольно массивный скажем так технический зазор между окном и стеной и поверхному нам тонким слоем накладывать то есть мы спокойно я вам сейчас покажу вот ребятушки не так повернут хитрый пистолет поэтому мы спокойно берем и заполняем шов полностью силиконом конечно экономичных это не будет сразу скажу ну поверьте для монтажа будет намного практична как я уже говорил ну выбирайте сами наклейте эту ленту говно ленту простите производители ленты меня дает дело ваше всегда видев рассказываю все таки в рекомендательном порядке нанесли немного взяли кисточку либо такой резины шпателек спокойно равномерно весь силикончик распределили в швейн я схитрил немножко и шпателек подредал на нужную мне ширину и все и пароизоляцию наши пены готова ничего абсолютно сложно и намного будет надежней и говорил извини крошка не надо давать вы силикону там другом акриловом герметику высохнуть надо сразу по сути листы клеить клей мы запишем замешали довольно таки густой консистенции плюшки мы наносим именно плюшки то есть в два ряда наношу так бы визуально смотря вот на откос чтобы где-то на полтора сантиметра на сантиметр плюшка выпирала за линию нашего будущего то есть гипсокартона тогда мы заводим гипсокартон за раму и на узлом плюшки прижимаем и клей тем самым довольно равномерно по откосу распределяется конечно могут возникнуть там воздушные карманы но если откос как у нас не промерзает никакого там у нас утеплитель нет ничего страшного считают от этого не будет то есть пластики вообще всегда стоят пусты ничего страшно то есть ребята нашу вдоль окна туда особенно сложно подмазать но все-таки надо подмазывать просто излишне много тоже не надо почему потому что клею будет некуда выходить как вы видите цвет серый похож на одну-другую известную говорить и не будем а уже вдоль периметра вторые плюшки можно сделать чуть побольше тут есть куда выходить сразу подчеркнул я уже сейчас это вижу что смесь довольно эластичным это радует тем самым заделка шов должна проходить с картоне довольно таки легко как мне кажется но я еще попробую первое мою знакомство конкретно с гипсоформом работаю впервые все это не буду врать мне интересно уверен в принципе вам я думаю познакомиться со смесями и другими продуктами основе тоже будет лишним чем больше плюшка нанесете тем меньше пустот в итоге у вас на откосе будет сам лист я сейчас увидите отрезал на 5 метров больше это не совсем экономично но зато поймете впоследствии какая дополнительная практика то есть лист у меня будет выступать за стену на 5 сантиметров и это сделано не башни перед тем как вставлять сам гипсокартон приготовьте необходимый материал иначе за ним потом придется бегать самый главный инструмент угольник по нему будем вставлять в общем-то саму плоскость пузырьковый уровень нивелир что-то такое чем можно будет плоскость впоследствии проверить и на всякий случай стоит киянка подчеркну подоконник у меня застелен и только в случае если подоконник застелен инструмент можно ставить на него вообще не рекомендуем этого делать это одно из самых болезненных мест и в конце ремонта бывает мучительно больно итак я взял лист и теперь завожу под углом 45 градусов к откосу вот как ну видите вот так почему я это делаю если будут толкать прямо сразу то можно раствор затолкать в наш свободный паз этого нам не надо сначала я завожу вовнутрь а теперь начинаем гипсокартон толкать от себя артём вниз пожалуйста пустом я выгляжу диму есть данные такси видно есть есть опустили камеру вниз и теперь прикладываем наш угольник чуть-чуть надо подбить но здесь я справлюсь рукой киянка больше для красоты нравится мне такие янка честно признать то сделаем прямой угол еще одна небольшая хитрость учитывая что у нас потом лица перфорированные уголки мы все-таки сторонники именно перфорит уголков откос можно чуть утопить по отношению к окну где-то на сантиметра на сантиметр на миллиметр на полтора тогда мы поставим потом уголок и не надо будет скажем так вытягивать супер из за того что уголок немножко будет отпирать я сделал угольник внизу то есть прямой угол теперь не спеша смесь у нас еще не встает перемещаюсь наверх артём как бы свет за мной и ставлю угольник уже вверху и также здесь делаю прямой угол опять же из расчета что будет стоять перфорированный угол все мы выставили получается два прямых угла теперь у нас проблемное место это середина тут может быть пузо поэтому я прикладываю уровень и смотрю чтобы пузо не был скажу честно уровень маловато и все-таки я рекомендую взять нивелир если он у вас есть и стрельнуть то есть по краю нашего гипсокартона вот видите как бы маленький пузырьковый уровень не дал нам общей картины после того как я поставил нивелир сразу всего наглядно вверху внизу линия лазерная идет точно посередине кромки то есть торца гипсокартона а посередине она смещена то есть влево на 2 где-то 3 миллиметра поэтому нам середину надо немного по любить раствор все еще абсолютно живой делать это несложно но теперь для чего я выпускал гипсокартон чуть дальше видите теперь очень просто скинуть этот технический шок нашим клеем то есть не надо ждать следующего дня чтобы вышпутывать спокойно берем уже сейчас протягиваем следующий день наступила теперь над гипсокартон обрез берем все тот же нож и вдоль линии гипсокартон с обратной стороны то есть получается стены мы вдоль линии провязали желательно всегда прорезать два раза максимально хорошо потом гипсокартон ваш получается сломается делали конечно сделать это два раза а теперь просто залампу и все с этой стороны стороны откоса нашли вырезаем еще несколько маленьких но все-таки важных нюансов как я говорил обрезать лучше на следующий день потому что как бы у нас еще смесь не до конца встала теперь берем шпатель после того все это подтачиваете как бы смесь немножко но где-то опирает и пока она еще у нас как бы не схватилась полной мере ее можно также в общем массе почистить шпаклевать можно лишь тогда когда смесь полностью отдаст влагу не надо на следующий день при нашем таком спуске монтажа уже начинать малярные работы она должна полностью обессветиться это первый признак что все высохло ребят ну и бонусом самое сложно а именно верхний оконный откос там возникает еще одна сложность или препятствия это силы тяжесть то есть мы откос приклеиваем но под силой тяжести подвесом клея листа может и отойти может вообще отвалить тут надо как применять более хитрые навыки более хитрые технологии сейчас я вам вкратце расскажу что я буду делать а потом все выйду в кадре увидите прежде всего естественно саму пену я также пара изолировал при помощи силиконового герметика ну а теперь беру столярный угольник и отмечаю на уже готовом откосе верхнюю часть рамы верхний край рамы опять же у нас прямой угол от верхней части откос другой стороны я делаю абсолютно тоже представляю угольник прижимаю и рисую теперь я эту линию переношу на стену надеюсь все это видно ну а теперь чем включена сущности нашей мы представляем лист гипсокартона то есть его приклеим после чего снизу берем правила правило должно быть шире вашего оконного откоса под на двух краях я сделал два отверстия при помощи дрели сверла по металлу стоит мы его напарником прижимаем представим точно по этим линиям лист выравниваем он у нас лежит на правиле и прикручиваем к стене я засверлил две дырки и ставим вот такие вот дюбели для пустотелых конструкций не просто забивные дюбели а именно вот такие после чего я уже приложу правило когда мы все наклеим и саморезами по дереву и шайбы шайбы тоже желательно как бы я правило прикручу почему я выбираю вот эти вот дюбели и саморезы потому что так они будут наверняка держать любили держит так а порой держит вообще никак к сожалению так что лучше воспользоваться именно вот такими дюбельками желание дело не в этом я это делаю потому что мне это надо клея в этом случае не жалей чем меньше пустот будет тем лучше теперь под острым углом аккуратно наш откос получается раму попасть обязательно и когда попали мы аккуратненько откосик и подымать приблизительно такой линии которую рисовали вот правило теперь партнер давай на мешок и нам надо правило просто элементарно по этим линиям прикрутить как я говорил берем шайбочки металлические не дадут нам плоскость опоры направила саморезы по дереву большие и теперь подымаем правило аккуратно в этом случае как я говорю без напарника никуда вставляем первый саморез потом вставляем находим наш дебелек я стою повыше вот там теперь прикручивать первый саморез я просто слежу что было у нас линия давай давай сильно не надо как бы сюда прижалась теперь второй порядке становится все ребят теперь у нас кусок гипс картона никуда не денешься я просто его беру и выставляю и все беру шпатель после того мы выстрелил поправил верхнюю часть просто стягиваю ребята последний момент все-таки наклеить откос мало всегда надо страховаться поэтому я рекомендую взять еще перфоратор и сделать три или хотя бы два отверстия то есть вверх и загнать туда но на следующий день потому что нельзя послуживку ничего забивать можно сделать шишки на следующий день загнать туда обычные дюбели забиванные можно даже шайбы вставляем дюбели пусть они будут в час следующий дня когда мы на этом монтаж откоса бкл подходит концу хочу пару слов сказать о смеси гипсоформ мне она очень понравилась эластичная адгезия неплохая листы прилипают намертво не надо ничего корректировать после какого-то времени также очень важно что она действительно в замешанном состоянии стоит после затворения водой довольно долго и не было такой проблемы что она у нас замерзает а мы еще не закончили наши работы хороший продукт в этом случае ставлю 5 баллов а на сегодня все с вами был я и по коробченко и парни из камня делайте своими руками делайте хорошо всем до новых встреч пока друзья всем привет это канал парни из камня мы находимся в москве делаем ремонт нашему подписчику и сегодня мы будем клеить откосы из гипсокартона косы пошел минутка славы младший не п коротенька младший коробки ну а следующий момент это но следующий нюанс это угол рассвета то есть кстати у нас останкинская телебашня и и Продолжение следует...